Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и сегодня мы продолжаем наши еженедельные выпуски «Камчатка. День за днём». В этих выпусках мы на основании старых газетных публикаций и старых документов прослеживаем, как каждый день года в разные, конечно, годы жил наш полуостров в веке минувшем. И сегодняшнее наше изыскание прошлого охватит неделю с 4 по 10 марта включительно. Естественно, как я уже говорил, в разные годы. Начнём наши игры. Газета «Камчатская правда». 4 марта 1939 года прошлого века. Журналист «Камчатской правды» Алней написал статью «Жестяно-боношная фабрика дала первую продукцию». В статье говорится «Многонациональная Камчатка празднует свою новую замечательную победу на некогда пустынном берегу, где были голые скалы домхи». Золотыми руками стахановцев, рабочих, инженеров и техников выстроено мощное рыбное предприятие. Жестяно-боношная фабрика. Мужественно и самоотверженно работал коллектив строителей, монтажников, слесарей, электриков, механиков, славных советских специалистов, не считая с ни с какими трудностями. В тяжёлых ледовых условиях стахановская бригада Абакумова успешно произвела разгрузку судов, доставивших оборудование и материалы для баношной фабрики. В рекордно короткий срок за два месяца бригады Харина, Капралова, Шерепенко, Бурницкого и других закончили ремонтаж производственных цехов и регулировку сложных машин консервных линий. Утром 2 марта жестяно-боношная фабрика начала работать. Как серебряные рыбки одна за другой выпрыгивали из машин консервные баночки и уплывали по конвейеру к закатошным станкам. 230-240 баночек в минуту. Такова производительность этих машин. И завершает свою статью Алней вот таким победоносно-реалюционным абзацем. На торжественном собрании, посвящённом пуску фабрики, коллектив рабочих и инженерно-технических работников взял на себя обязательство до 15 июля выполнить годовой план выработать 565 тысяч ящиков консервных баночек. Петропавловская жестяно-боношная фабрика просуществовала до середины 90-х годов. А потом благополучно приказала долго жить вместе с государственной рыбной промышленностью. Сначала СССР, потом России. Рад я, что дожил до этого времени. День следующий. Пятый день марта, год 1961. Аллиутская звезда пишет о селе Никольском, о столице Аллиутского района, находящемся селе, находящемся на острове Беринга. Столице, находящейся на острове Беринга. Построили в нашем селе новую пекарню. Давно уехали строители. Рыбкоп щедро оплатил их труд. За это сооружение они получили 21 тысячу 500 рублей. Правда, пекарню не достроили. Но те работы, которые были выполнены, принимала от строителей специально созданная комиссия. Помнится, ее представители придирчиво прикидывали высоту трубы над крышей. Присматривались к другим мелочам. В печи с треском горела охапка сухих дров и все радовались, что дым идет, куда ему положено идти. В дымоход. Далее мы узнаем, что. Цитирую. Тут как на грех, одна за другой стали выползать недоделки. Оказалось, что печь сложена в один кирпич. И при первом небольшом нагревании дала солидные трещины. А разве нельзя было обнаружить недоделку при приеме работ от строителей? Конечно, можно. Если бы знать, что в этой печи придется и печь, а не только дым пускать. Вот такая вот жалоба в газете «Аллиутская звезда». А мы движемся еще дальше. В шестой день марта. Газета «Известия», 1919 год. Хроника. В ночь с 5 на 6 марта честью членов областного комитета с преимуществом представителей от города Петропавловска на чрезвычайном тайном совещании в селении Серогласка, Камчатская область провозглашена автономной по отношению к российскому государству. Проведение этого постановления проводилось областным комитетом под защитой вооруженного коренного населения, вызванного с мест и взбудораженного агитаторами лживыми рассказами о готовящихся в городе погромах и покушении на власть областного комитета со стороны городского совета. Газета «Известия» приводит телеграмму большеретскому волостному комитету из Петропавловска. Камчатский областной комитет и граждане Завыкинской волости, собравшись в Серогласке, предъявили Совету солдатских депутатов выдать оружие и сложить самозванно взятую на себя власть. С этим требованием в Совет солдатских депутатов делегировано пять граждан. Председатель комитета Пурин и городской Голова Голубецкой. Совет не удовлетворил наших требований. Это я цитирую телеграмму. Немедленно высылайте сто человек вооруженных. Возьмите корм. Патроны. Очень трудно, конечно, совместить все это. Ну и переместимся на еще один день, ближе к теплому времени. Теперь седьмой день марта, год 1918. Газета «Известия». Два коротких сообщения. Первое. По непроверенным сведениям, в селении Большеретск сгорела дотла церковь. Спасение затруднялось отсутствием мужчин, ушедших на охоту. Второе сообщение. В селении Ганалах придавлен местный житель во время охоты, расположившийся ночевать под деревом, обрушившимся на палатку. Вот такие вот нерадостные новости. Продолжим. Чтение газет. Опять год 1919. Газета «Камчатский вестник». 8 марта. Объявление. Петропавловский кооператив открыл приемку от своих членов на комиссионную продажу всякого рода пушнины, которая будет продана с аукционного торга на материк. Товарищи кооператоры. Помните, что кооперация даст вам возможность наивыгоднейше использовать свой труд. Не сдавайте свою добычу скупщикам, а будьте сами хозяевами своего труда. И еще одно объявление, подписанное начальником милиции за Кржевским. «Согласно полученного мною распоряжения, пишет начальник милиции, воспрещается всем охотникам, проживающим в городе Петропавловске и окрестных селениях, выезд в море на лодках ранее 20 апреля сего года». Это была газета «Камчатский вестник» 8 марта 1919 года. День следующий. 9 марта, год 1943. Газета «Камчатская правда». В текущем году в районе Пенджина в крупных масштабах организуется активный, опытный и экспедиционно-промысловый лов сельди. Добыча сельди будет проводиться кошельковыми неводами, дрифтерными сечами и закидными морскими неводами. Вместе с рыболовными судами на экспедиционно-промысловый лов будут направлены рыбаки колхоза в имени Кирова, Красная связь и имени Сталина Петропавловского района. Кстати, обратим внимание, что это колхозы, которые впоследствии вошли в состав крупнейшего советского, ныне российского, рыболовецкого колхоза имени Ленина, располагающегося в Серогласке. Ну и я немножко раскрою карты. Почему в последнее время я так манкирую блогами, влогами, видеодневничками, выпуская их нерегулярно? Потому что накануне 90-летия колхоза в Серогласке я готовлю большую иллюстрированную книгу о колхозе, о которой я, как только она выйдет, сразу же не примену рассказать. А мы продолжаем чтение Камчатской правды номера от 9 марта 1943 года. Мы уже читали сегодня статью Алнея о пуске Шестяно-Банашной фабрики. А вот заметка об этом же предприятии на полную мощность работает Шестяно-Банашная фабрика. Выработаны десятки тысяч ящиков концертных баночек. Сейчас часть продукции отгружается для Усть-Камчатского рыбокомбината. Для быстрой погрузки баночек по льду от складов к борту судна проведены ролики. Скоро пароход, загруженный баночкой, отойдет к пункту назначения. Я не зря говорил, что мы время отременем. Переходим от чтения газет к чтению документов. Следующий документ датирован 10 днем марта 1922 года. Это инструкция Усть-Камчатского добровольческого отряда. Параграф 1. Усть-Камчатский добровольческий отряд организуется по распоряжению Камчатского областного народно-революционного комитета и по постановлению Усть-Камчатского сельского общего собрания, состоявшегося 3 марта 1922 года, подтвержденного Усть-Камчатским властным общим собранием 4 марта 1922 года. Параграф 2. Отряд создается для защиты от врагов, посягающих на рабоче-крестьянскую власть и свободу трудящихся не только села Усть-Камчатска, а также всей Камчатки. Параграф 3. Вышеозначенный отряд всецело подчиняется распоряжениям только Камчатского областного народно-революционного комитета, а также обязан работать ВКонтакте с Усть-Камчатским волосным нарревкомом, так и сельским. Параграф 4. Членами добровольческого отряда могут состоять все граждане мужского пола, способные носить оружие, безразличие, национальности и вероисповедания, занимающиеся личным производительным трудом, за исключением явно и тайно замеченных в контрреволюционных действиях или сочувствующих к ним. Права и обязанности добровольца. Это уже параграф 6. Каждый доброволец обязан беспрекословно подчиняться существующим для него правилам, постановлениям общих собраний отряда и избранной военной власти, для чего дает письменное, товарищеское, клятвенное обещание. Параграф 8. За нарушение и саботаж существующего для добровольца устава и правил каждый доброволец подвергается наказанием товарищеским судом. Ну и напоследок вновь почитаем газету. 10 марта 1938 года. Требуем беспощадного приговора. Рыков, Бухарин, Ягода и другие подлые шпионы, диверсанты пытались продать нашу родину. Они пытались отдать наши сессилистические фабрики, заводы в лапы фашистских хозяев. Но это не точно. За эти неслыханные преступления подлые враги заслужили величайший гнев нашего народа. И мы, присоединяя свой голос возмущения к миллионам трудящихся нашей страны, требуем от Верховного Суда вынести беспощадный приговор. Всех до единого мерзавца расстрелять. Мы, рабочие камчатстроя, со своей стороны обязуемся еще выше поднять революционную бдительность, еще шире развернуть социалистическое соревнование и стахановское движение, еще теснее сплотиться вокруг нашей матери, всесоюзной коммунистической партии, вокруг родного отца, всех трудящихся товарища Сталина. По поручению митинга Спиридонов, Комаров, Кожевников и другие. Вот тут почему-то вспомнилась не очень приличная частушка. партия мне мать родная, Сталин мне отец родной, нахрена родня такая, лучше буду сиротой. Ну, и вот эта вот заметка, она показывает всю силу большевистского кликушества, всю силу большевистского промывания мозгов до сих пор действующего. потому что взглянем сколько миллионов дорогих россиян и сегодня одобряют позорный красный период Российской России. Мы закончили чтение газеты старых документов между четвертым и десятым марта разных лет. теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится вслед за мною, день за днем, следить за историей полуострова, пишите комментарии. И, пожалуйста, если вы здесь первый раз, выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу экрана, для того, чтобы не пропустить новые видео, до свидания. До свидания.